Трудно сказать. Боятся. Вот у меня в университеты разные приходили. Уже на следующем занятии все так так. Ну? Ты не бойся потерять в глазах людей что-то, если денешь для Господа. Вот у меня книги, которые бывают там выписали, я подарил, да вы знаете, их выбрасывают. А это теперь не я отвечаю, а он, ради которого я делал. Меня этим нельзя смутить. Почему? Потому что я для Бога делаю. Господи, я сделал, что ты сказал. А теперь, то есть я знать не знаю, как я буду гадать. А может он действительно так поступит, не знаю. Мы здесь работаем, вот я вижу, разговариваете много. Уже два замечания сделал. Проявите инициативу. Дальше сами говорите. Ребята, это нехорошо. Мы с таким трудом устанавливаем эти порядки. Что вы говорили? Сейчас садись и говори, никого нету, разговаривать не с кем. А как на работе, и так, такие слова находят. Как на молитве человек стоит, о чем попало, думает. А как пошел, где по делу-то, ничего и нету. Нужно наполнить жизнь своей словословием, благодарением. За все. Как за все? Все, что видишь. За звезды, за небо, за дождь, за жару. Вот она сейчас, видишь, какой дождь идет. А мы ждем его. Потому что посевы засыхают. Вот здесь приехали вы. А почти все такие приезжают. Если так по большому-то разговору вести, вы как малые дети. Куда ветер дует, туда и катились. За столом, сколько раз сказал. Гляжу, уже опять опрокидывается. Дальше сказал, только ноги держат здесь. Если святые говорят об этом, опять ноги нарасшарагут. Понимаешь? Вот руку что-то в землю долбит. Не надо, подожди. Я говорю о внешнем. Я внутренне даже боюсь говорить. Как вы можете разговаривать о чем-то? Вы слышали, чтобы я время разговаривал в работе? Пусть спроси их, сколько они работают. Я вот я его размышляю, что-то составляю, пробую. А это ничего. Притом у меня составляется, как... Если бы это записывалось, мои мысли, в готовом виде с запятыми, со знаками припинания. Я не просто так, куда попало бы, велел я исход, откуда идет, причина возникновения, причина неверия. Вот мы делаем. Почему у нас так все успешно? Люди, которые понимают это, они понимают, что это нельзя так у нас. Ни транспорта, ничего. И все сделали. Все закинули. И туда ветвей сколько надо. И сейчас уже, ну, еще машина осталась. Обморотите ее. Начинаем уже обрезать. А дальше план я его нарисую на бумаге. Если меня не будет, чтобы делали. Не просто дошли, не знаете. Очень просто. Свая забивать, которая вплотную почти, с наклоном на вал этот, на дорогу. И в жерди прибить. Желательно три жерди. И теперь прутьями переплетать, как тут тын делать. Тын называется. Идры. И где щели какие-то, опять тыкаю, у нас много этих сущих. Град идет. Еще он хотел. Град, град идет. Град. Град идет. Ну, и димит Господь. Ну, немного градами дать, потому что, видно, вода течет. Да, сейчас прекратился. Нисколько. Мы когда начинаем что-то делать, и вдруг человек перезанятый, он отвлекается на нас от Игоря. У него времени нет даже нисколько. Больше тысячи гектаров сейчас. Гектаров. Много когда дают, ну, сколько соток-то дают-то? Пять, десять соток. А это сто соток, это один гектар. И умножь еще на тысячу. А техника-то плохая, только комбайн новый купил. Вот есть люди, которые больше, у них там комбайн, а этого везде обманывают. Он простотой такой. Как говорят, простодыры. И вот мы намещаем, что и вы доехали благополучно. А вот могло не так. И пьяные были, и придираются. Мы молились. Сегодня вот мы ждем кого. А когда это придет? Больная там какая, Ольга. Она у меня была дома. И как-то ушла, и скрылась. С дочерью неладно. Она не говорит, там военный он у ней муж у дочери. И сильно противоречит. И мы вопросы эти разбирали. Она уехала и как в воду канула. А в это время у нее все сжиралось внутри. И ни разу не написала. Я делал замещание, она сидит, говорит, язык сразу высадит языком. Все время во все. Я говорю, зачем? А я нет. Я записал. Посмотри, это твой язык. Что я делаю? Ну, с кого язык-то твой нужен? И когда говорят, высовывает таблицы губы или что-то. Ну, даже это все внешнее. Но это даже женское одеяние, это внешнее. Но оно все происходит из-за внутреннего. И согласование ли с Богом, или несогласование. Вот мы собрались. И, в общем-то, мы разные очень. Но нас Господь сроднил. И мы доверяем друг другу. И вам понятно, что я корысти никакой тут не имею. Ничего нет, кроме подзатыльника. Но сегодня мы сколько сделали. На Трепрода вывезли все оттуда. Завезли солому. И поехал Володя и пилу отремонтировал. Сейчас, может, вторую Анатолий сделает. Когда ничего нет, ты не специалист. И все специалисты присылает Бог. Это все от Него. Мы молились. Я вот гляжу, тут Наталья Усатая. Вот эта фамилия такая у нее. Вот. Лена Глаза Щукова. Они такие активные. И выставляет все с каких-то томов, книг моих. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Я считаю, как... Я решила, я говорю, первый раз вижу. Она выставляет, а в конце мое стихотворение. Я его не называю стихотворением. Но там такой смысл заложен. Я себе ни одной строчки приписать не могу. И с такой легкостью, видно, идет все это. Почему я сравниваю своего... А с кем похожа на поэта? Ну, что сравнивать? Я не поэт, а я кто? Бальмант Константин Дмитриевич. Бальмант. Вот на него у меня очень сильно похоже. У него как по воздуху все плывет, идет. И он глубоко заходит. Одна из в мире красота, любви, печали, отречения. И добровольного умущения. За нас, распятого Христа. Они сами слова, как будто кто-то их подталкивает. Там рифм может, это вопрос другой. Рифмовать теленок может. Как этот... А, Лев Толстой сказала Афанасье, Афанасье, Фете. Стихи такие могла бы написать и лошадь, если бы умела писать. Однако. Ну, а тут... А вчера за реве все грачи летали. Да как сеть мелькали, вон на той горою. Лащики с точки пропали. Вот. Хорошо, конечно. Как сеть мелькали, они там это видно. А я это каждый день вижу. И говорю, как это есть. Нужно научиться удивляться. Мне... Вот, 82 года. Знаешь, я во многое верю, а в это не верю. Это нарочно. Какая-то ошибка произошла. И вдруг появляется человек один. У нас Галя Загуляева. А у нее отец... Не отец, а брат Руслан. И он же на ней. Она свояченица выходит. Можина Екатерина. Ее стихи там на музыку Виктор Николаевич Савченко как переложил. И она написала. Ошибка системы про меня. Считал? Ошибка для системы, да. Там немного изогнутая игла. Они сколько пытали. Расписались с колючей проволокой. Наверное, это... Ну, молодец. У нее смысл есть. Я все это гляжу и всегда удивляюсь. Человек говорит, я живу для детей. Дети умрут. И дальше что? А в детях самое большое разочарование. Так это еще все впереди. Я только сейчас прочитал. Вячеслава на работе начинает терзать, чтобы кровь сдать на анализы. Я не сдаю. Я говорю... Они сразу найдут больной и все. Что угодно. Нам нельзя было Роспотребнадзор не запустить на кухню. Они проверку брали. Ну, 48 лет это... Не дни. Ну да. Найдите мне директора лагеря, чтобы 48 лет. Да директора, которому государство ни рубля, чтобы не помогало. Ни помещениями, ни спальными принадлежностями, ни мыть, ни стирать. И все самим делать. Найдите мне. Я тогда поеду и посмотрю. И чтобы такая была дисциплина, чтобы мальчик и девочке, она даже пальцами притронулась. Это ни день, ни два. Когда люди, которые судят, там что делать? Они еще и делали. Он со своим ребенком ума не даст. А это дети-то по родству духовному могут быть. А так приезжают совсем неверующие иногда. И вот подсказывать пытаются. Думаешь, дай тебе... Меня не было близкий человек. Ну, человек-то человек, но это же не второй я. На вокзале, они в вокзале здесь, на станции Подсёпной, на полустанке-то, жили люди. У них молоко покупали, приходили. И там еще ребятишки спрашивают, а ваши дети, когда наш велосипед отдадут? Они его стибрили, украли. А кто остался-то здесь за меня, он и даже не знал, а где и тут в крапиву спрятали, катаются теперь. Это детский православный лагерь. Молва-то какая. Ну ладно, людей некуда молвы-то идти-то. Ну, отвезли. Ну, оказал, конечно. Как Шатару Ставелли пишет, видя Сигареву в шкуру. Каждый видит себя стратегом, видя бой со стороны. А когда сам вяжешься в эту свалку-то, тебе накостыляют и до дома не донесешь. А ты говори только хорошо. И при том сказать все, и человек остается при тебе. Вот недавно кому какие обеты-то давали, про обеты-то эти. Там одна грузинка. И Наталья Александровна, я тоже давала обет, дура была. Такой обет дала, дальше вот так-то, ничего не знала теперь. И вначале откликаться. А я поместил, как у них был, там есть сладкого, еще что-то. Не надо, лучше не давать обет. Бог на небе, а ты на земле. Сумеешь ли ты поправить. Бог тебя принял. Он услышал, обет ты дал. Тебе было трудно, он вывел. Как в плену был обгоняться в Уинстаде. Я сбежал. Я обещал Богу не жениться. А мать мне сообщает. И теперь надумал Валера жениться, еще делать. Еще делать. Кастрировать больше еще не делать. И Бог силен это сделать. Ты уже, уже ни себе не принадлежишь. И что ты увидел в ней? Ведь она на деле-то будет не такая. Она завтра тебе такие, говорит, переделение нагрешает. И все еще домой. Ты жить не захочешь. А сейчас обет данный Богу Всевышнему. И Он помог. И чудом вывел тебя. Ты понимаешь, что чудом? Почему же ты не понимаешь это? Я понимаю, ну так и заглох, не завтра опять в плен попадешь. Что тебе надо-то? Обет не давай. Обет главный мы даем в крещении. Обещание Богу доброй совести. Вот совесть. А что такое совесть? Вот люди разные. У меня своя наработка. Я сказал, а сейчас по интернету это идет. Я не думал, что так это приживется. Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Понимаешь, сколько здесь заключено? Да. Это не скажешь просто так. Это участок, вся душа. Участок могущества иметь связь с Богом. Это совесть. И там все по совести. А так как? Объясни, что такое совесть? Все это аморфное какое-то состояние? Или как? Ну что хорошо? В разную эпоху, у разных народов, все по-разному рассматривается хорошо. Есть люди, в сегодняшний день богине Кали поклоняются. А казачь человеку приемно, кормить. А как вышел, обязательно догнать и убить его. Снять голову. И продать его. Сделать из него мумию. Вот так. Уфс. Это Шенгисхан, карзасофильм есть там такой. Угостили и отравили его тоже. Пацан один остался. Мы собрались. Дома здесь, не в храме. В храме-то мы еще спину друг друга только видим. Здесь вот мы. И с чего-то мы научаемся. Братья про мед не поняли. Накончил, все, уходим. Капает? Нету. Ну капает еще, не знаю. Капает это с крыши. Наверное. Это не снега, я ушел. Спасибо.